В рамках проходящей в Адыгее операции МАК-2021 сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции города Майкопа получили информацию, что на территории республиканского центра неизвестными планируется сбыт крупной партии синтетических наркотиков. В результате неотложных оперативных мероприятий полицейские задержали 25-летнего нигде не работающего жителя Краснодарского края. По местам закладок сотрудники ОНК обнаружили два свертка с порошком. Экспертиза показала, что изъятые это сильнодействующие наркотики соль и мефедрон, вес которых превысил 2,11 граммов. Наркотики были предназначены для распространения через интернет путем закладок. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор. Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 прим. 1 УК России. Санкция – лишение свободы на срок до 20 лет. Министр Иван Бахилов в ходе выезда в Тахтамукайский район проверил работу отделов полиции двух крупных поселков городского типа – Энема и Яблановского. В центре внимания оказались вопросы раскрытия преступлений, профилактика правонарушений и материально-техническое оснащение. В мероприятиях приняли участие глава Тахтамукайского района Азмец Халяха, представители муниципалитетов, начальник отдела МВД России по Тахтамукайскому району Анзаур Гишев, представители общественного совета при МВД Николай Киселев и Галимет Ворокова. Вначале Иван Бахилов побывал в отделе полиции Энемский. Его начальник Тимур Чич показал здания и кабинеты, где сделан капитальный ремонт. То же самое начиналось с участкового полномочного, был начальником примерно такого же поселкового отделения милиции на тот момент. Благодарность граждан была основной. На территории муниципалитета проживает более 30 тысяч человек. В 2020 году здесь зарегистрировано 131 преступление. Чаще это кражи, факты незаконного оборота наркотиков, а также нарушения в сфере экономики. Далее министр осмотрел отдел полиции Яблановский. Начальник Юрий Чермит доложил о состоянии обстановки. Затем глава МВД посетил дежурную часть кабинета участковых и пообщался с подчиненными. Добавим, что с начала года на территории поселка зарегистрировано 239 преступлений, среди которых 111 краш имущества. Также увеличилось количество граждан, пострадавших от действий аферистов. По результатам проверки территориальных подразделений полиции, глава МВД по Адыгее дал соответствующие поручения. Факт противоправной деятельности 42-летнего жителя Теучешского района, ранее занимавшего руководящую должность по заготовке древесины в лесной сфере, выявлен весной 2020 года сотрудниками Управления экономической безопасности МВД по Адыгее и регионального управления ФСБ России. Место незаконной вырубки древесины оперативники обоих ведомств обнаружили в Теучешском районе республики в ходе проведения комплексных рейдовых мероприятий по декриминализации лесной отрасли. Следствием установлено, что мужчина ввел в заблуждение рабочих и в период с ноября 2019 года по март 2020-го дважды организовывал незаконную вырубку древесины породы дуб общим объемом около 20 кубометров. По результатам проведенной экспертизы, указанными противоправными действиями лесному фонду причинен материальный ущерб на общую сумму 3 млн 690 тыс. рублей. Следственным управлением МВД по республике Адыгея в отношении фигуранта в апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Рассмотрев все собранные следствием доказательства, Теучешский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Он также полностью возместил ущерб. Ветерану милиции Адыгеи Аслану Кудаеву исполнилось 85 лет. Он майор милиции в отставке. К сожалению, из-за состояния здоровья нам не удалось встретиться с ним лично, но о нем в нашей съемочной группе рассказал его сын Али Кудаев, сотрудник ГТРК Адыгея. В длительное время Аслан Кудаев служил на различных должностях в Майкопском ГОВД, в том числе возглавлял и специальную комендатуру. За добросовестное исполнение обязанностей Аслан Измаилович неоднократно поощрялся. В 1971 году его наградили с почетным знаком отличник милиции СССР. То есть он первый получил эту высокую награду. Хочу сказать, что отец всю жизнь полностью отдавался работе, был настоящий милиционер. Таких людей сейчас не так много, но они, к счастью, есть. И такой человек мой отец. Продолжение следует...